так начнем лекцию сегодня у нас по плану разборка дз вынес отдельным пунктом потому что понимание делегирования это очень важно в айос разработки детально еще раз поговорим закрепим что такое делегаты как с ним работать а затем будет переход уже от однооконных приложений к много оконным приложениям нужно будет домашнее задание на создание трех разных контроллеров и переходы между ними поговорим о жизненном цикле view контроллера тоже очень важный вопрос чтобы понимать как это все работает спасибо большое да мы уже знакомы с несколькими методами view контроллер из жизненного цикла view контроллер такие как видит лот например дальше поговорим о себе как раз механизм который помогает нам переходить между разными контроллерами таким образом реализовывая навигацию в приложении вот затем поговорим о ее это был и это был контроллер и конечно это будет примерно одна и та же тема но будет разные реализации возможно даже в разном порядке рассмотрим это ну table view это очень скажем так популярная view в айос разработки вы встретите его практически в любом приложении например но я самый яркий пример использования table view это сеттингс в на ipad и на айфоне открывайте сеттингс у вас сразу табличка высвечивается это в принципе сделано с помощью это был you очень много в скажем так в родных приложениях от apple используется и мы тоже будем везде используя table view отображение там друзей например социальных сетей это все таблицы 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 которыми нужно уметь работать и нужно уметь их настраивать конфигурировать вот мы сегодня от тронем так сказать базовые базовые навыки работы с таблицами вот у нас будет еще одно занятие практически наверно три или четыре часа где-то где-то в конце курса более детальная углубленная работа с таблицами потому что это довольно важный вопрос как и конфигурировать очень много не конфигурации можно потратить наверное недели три-четыре просто чтение что что она может сделать и какие у нее есть поля и все остальное поэтому будем постепенно это все разбирать итак начнем же с самого интересного с разборки домашнего задания домашнее задание у нас было создать view с жестами которые будет обрабатывать эти жесты передавать информацию контроллер с помощью протоколов и делегатов и так вот я сделал вот таком маленькое приложение давайте запустим посмотрим что у нас на экране отображается два разных него лейбл очка посередине в принципе как все и в требованиях и было итак ну изначальное состояние для лейбл очки я не выставлял а нас интересует распознавание жестов соответственно это у меня view 1 это view 2 после того как я нажал на view view сообщила что внутри него произошел таб и лейбл смогла определить что это view 1 несколько контроллер смог определить что это view 1 и установил лейбл новое значение и ю-2 тапы и свайпы я принципе больше ничего не добавлял для демонстрации этого достаточно давайте посмотрим как это хотелось бы видеть все таки в ходе как это все происходит и итак начнем с того что у нас должен быть соответственно создан быть кастомный класс для каждого view данном случае он установлен это мое джест review давайте заглянем что что в нем есть в нем есть две функции тапы свайп это наши обработчики которые вызываются когда происходит жест и и дополнительная property деле гад и конечно же объявлен протокол по которому работает наш делегат обратите внимание делегат у нас типом протокол джестер протокол и здесь джестер протокол соответственно делегат у меня optional то есть он может быть не установлен не всегда view ну будет стараться всегда оповещать делегат что в нем что-то произошло но если он не установлен будет где ничего не сделать и так когда у нас происходит тап у нас выводится на экран сообщение вот например тапы на миг вот тапами затем проверяется наличие делегата установлен он или нет делегат может быть установлен с любого места где есть доступ к объекту самого view но в нашем случае это контроллер у контролера есть аутлет на это view то есть он может его конфигурировать может там изменять ему фрейм бэкграунд и вот эти все параметры соответственно он может ему выставить и делегат и данном случае после того как мы проверили что делегат у нас установлен если развертывание произошло успешно у нас вызовется на самом делегате вызовется метод из протокола и обратите внимание чтобы определить что зови сейчас используется я возвращаю делегат селф таким образом у нас в делегат передается саму вью причем обратите внимание вот эти два вью они одинаковым классом являются то есть этот класс обрабатывает и это вью и это так вот когда мы возвращаем когда мы тапаем здесь то в данном случае вернется view вот это у которой будет dark grey background у которой будет фрейм определенным там размером и у которой будет значение положения на экране вот ближе к верху когда мы тапнем сюда селф уже будет совсем другой потому что это другое вью селф данном случае будет с бэкграундом light light grey color и фрейм у него тоже будет изменен он будет ниже располагаться на экране здесь x y координата для этого view будет совсем другая чем здесь то есть вот уже например два отличия есть соответственно в контроллере который это все обрабатывает у него есть два аутлета вот аутлет первый я их так и написал вью 2 типом джестер вью и вью 1 типом джестер вью ну и конечно у нас есть лейбл очка которую мы устанавливаем а на пропорте обзервере который децет я добавляю два жеста на это вью так как у нас код здесь повторяется и для этого вью и для этого было бы логично вынести его в отдельную функцию чтобы код не повторялся вот поэтому я вынес добавление тапы свайпа отдельную функцию в принципе это неважно это просто такое маленькое улучшение по коду вот и самая главная строчка это то что мы устанавливаем делегат обратите внимание что если мы делегат не установим здесь в какое-либо значение не обязательно это будет целых это может быть любой другой объект который соответствует протоколу протокол джестер протокол в принципе здесь не только можно сам указать принципе все что угодно можно было указать что соответствует протоколу после как мы стали делегат как делегат здесь уже выставлен как когда происходит жест вью здесь развертывание происходит нормально и мы заходим вив и вызываем наш метод это обратите внимание у меня в контроллере вот здесь нет подписи на протокол в домашнем задании было сказано вынести реализацию протокола в экстеншен для контроллера поэтому ниже есть extension для моего же контроллера обратите внимание название класса и экстеншена для него одинаково соответственно в экстеншене мы указываем что у нас мы реализовываем протокол свифт нас говорит нам что мы будем что мы обязаны реализовать два метода этого протокола дитап ин и дитсвайп ин и проверка что это за view можно сделать обычным сравнением равно равно данном случае равно равно вызывает метод из сиквел на каждом из объектов и смотрит результат этого метода ну принципе она работает как и с числами как как и со всем остальным как это работает у нас есть outlet на view 1 а вот лет на view 2 это раз разные view у них разных фрейм разный бэкграунд когда у нас приходит тап и возвращается селф из класса джестер view у нас селф возвращается в зависимости от того в каком юта произошел у нас произошел тап во view 1 соответственно у нас здесь возвращаемая view или селф так называемый будет сравним с view 1 который у нас есть контроллере то есть данном случае объект селф будет полностью совпадать объект селфи с джестер view вот вот отсюда будет полностью совпадать view или 2 или view 1 ну и также хорошим как это правильно назвать хорошим стилем нужно еще обрабатывать то что и то что также приходит и вы не можете распознать что это то есть кроме того что мы распознаем 1 и 2 мы еще раз познаем и какой-то дополнительный view и говорим что мы не можем его распознать вот единственный маленький нюанс по этому у вас делегате должен был установлен big но кто пытался это сделать для протокола тех могла возникнуть ошибка вот примерно такая ошибка вот что big may only be applied to class and class bound protocol types то есть бит может быть только применен к референд стайп к референд стайп то есть классом данном случае но когда мы объявляем так протокол этот протокол может работать как и для структуры как и для и нам так и для классов поэтому в данном случае она подразумевает что делегат может быть не только референд стайп но и валютай там то есть таким как структура таким как не нам и чтобы у нас все-таки не возникло циклических ссылок друг на друга потому что если ты будет держать контроллер который будет держать вью у нас они никогда из памяти не освободятся чтобы эту ситуацию все-таки как-то решить нас есть ключевое слово которое говорит что этот протокол будет реализован только на классах таким образом не структуры не и нам уже не смогут реализовать протокол но зато это позволяет нам разбить циклические ссылки с контроллером из вью с помощью ключевого слова вик это первая часть домашнего задания которая нас была есть какие-то вопросы поэтому что такое делегат интересный вопрос конечно я по-моему описывал прошлой лекции что такое делегат если было непонятно почему ты не написал мне личку что непонятно было делегатами делегат и делегирование это скажем так метод в проектировании программ который позволяет нам расширить функционал самого класса в данном случае мы не заботимся о том кто будет и как будет обрабатывать у нас гиттаб или дитсвайп который произошел делегат в данном случае у нас выступает и как и расширением для класса также выступает как и ну расширением функциональности я имею ввиду для класса и также выступает как оповещение о том что у нас что-то произошло у нас есть в айос платформе несколько скажем так заменителей делегата такие например кивио можно использовать или идентификацию станцию то есть мы данном случае извью с помощью делегата оповещаем что у нас что-то произошло у нас произошел так мы с помощью делегата оповещаем что у нас произошел так каким образом мы оповещаем мы оповещаем с помощью вызова функции диттаб или дитсвайп из протокола делегат она подписаться на эти нотификации может кто угодно тот кто установит делегат в себя грубо говоря в данном случае у нас контроллер подписан на эти нотификации выставляя делегат на view равно сел таким образом он говорит что пожалуйста именно мне присылай все что с тобой происходит но он может выставить любой другой объект то есть это грубо говоря оповещение что у нас какие-то изменения внутри класса происходят вот вот делегат делегирование название пропорти вот это может быть любое совершенно любое но принято если вы используете именно подход делегирования именно как паттерна проектирования то принято называть такие пропорти как делегат чтобы сразу было понятно человеку что вы что вы хотели этим сказать что у вас вообще происходит программе то есть название делегата нужно использовать когда вы используете сам паттерн делегирования то есть оповещение или расширение функциональности она по-разному используется это что касательно протоколов мы будем очень много еще работать с протоколами сегодня мы будем работать с протоколами из делегирования и переходим второй части домашнего задания это наше scroll view обратите внимание это уже немножко отсылка к сегодняшней лекции мы можем работать с несколькими контроллерами одновременно в принципе я думаю вы уже об этом знаете перетащив контроллер еще один у вас в storyboard будет два контроллера с которыми можете работать но у меня загрузился на экране вот один контроллер и есть возможность загружать в принципе любой контроллер который у вас есть на storyboard с помощью этой стрелочки эту стрелочку можно перетаскивать таким образом указывая на каком экране у вас начнется загрузка приложения то есть какой экран будет самым первым если сейчас поменяю стрелочку у меня загрузится мои приложения уже со scroll view к этому экрану у меня не будет доступа пока это можно рассмотрим немножко позже но эта стрелочка позволяет это сделать если вы эту стрелочку где-то потеряли есть возможность ее вернуть или установить например это с помощью обычного флага переходим в атрибут инспектор на каждом контроллере если выберете контроллер именно именно контроль желтенький у нас есть галочка такая из и не шелки контроль вот вот этот стрелочкой как раз и говорит нам какой у нас контроллер будет самый первым то есть и ниша контроллером установил галочку вас стрелочка обратите внимание меняет свое положение и здесь галочка убирается у нас программе может быть только данном случае один главный контроль который первый загрузится на экране вот я выставил на второй и давайте пересоберем проект посмотрим что хотелось бы в scroll view видеть итак эти два класса у нас относятся к распознаванию жестов и этот у нас feed view контроллер который относится к scroll view и так в scroll view было задание сделать ленту с картинками всякими вот и кнопочку внизу которая позволяет вернуться нам в начало ленты соответственно тут у меня три картинки добавлено обратите внимание что мне пришлось сделать несколько дополнительных вычислений наверное на них пока внимание не будем акцентировать чтобы картинки смотрелись как это правильно сказать в правильной форме вот если бы у меня все картинки были одинакового размера то вот это было простянутого например это было простянутого например то есть они выгляделят некрасиво поэтому нужно было сделать дополнительных пара вычисления которые позволили красиво отображать эти картинки отношение ширины и высоты картинки называется aspect ratio это коэффициент там который там 16 9 то есть это коэффициент который определяется отношением ширины к высоте вот поэтому чтобы вычислить ширина у меня все время одинаковая а высота соответственно зависимости от картин нужно меняться пришлось использовать aspect ratio вычисления которые помогли бы вычислить правильный размер картинки ну и собственно кнопочка она мне такая некрасивая ну которая позволяет нам вернуться в начало начала скролли нашу принципе она может вернуть нас в любое положение на скролли который нас интересует ну в данном случае задание было сделано именно в начало страницы и обратите внимание когда я листаю у меня нету горизонтального скроллинга вот здесь я говорил об этом на лекции на прошлой что вот такие вот полосочки которые говорят нам где мы сейчас находимся можно в принципе убирать самый storyboard в конфигурациях вот выбрав саму скалу у нас есть показывать горизонтальный индикатор показывать вертикальный индикатор таким образом можно красивенько делать интерфейс для скролл вью для горизонтально вертикальных индикаторов и давайте закрепим вход немножко как это все делается и итак у меня есть в осетах у меня есть набор картинок в данном случае джок 1 джок 2 и джок 3 вытаскиваете картинки именно этих картинок я сохранил массиве и соответственно каждую картинку отдельно я вытаскиваю с помощью имиджа нашего класса с которым мы познакомились на прошлой лекции и тут начинается уже магия с геометрией где мы начинаем вычислять аспект рейте для этой картинки чтобы понимать какие какое не отношение ширины к высоте затем мы начинаем на основе этого вычисляем размер нашего имиджа вью в котором мы хотим отобрать отобразить наш имидж у нас есть плавающий параметр это как высота почему это плавающий потому что картинка должна одна под одной отображаться соответственно мы должны как-то запоминать текущую высоту нашего контента scroll view если добавится вторая картинка высота уже будет две картинки третья картинка высота будет река поэтому у нас все время после того как у нас создалась имидж view с фреймом мы все время делаем нашему контенту прирост на на высоту которая у нас добавилась ширина на в данном случае всегда одинаково это ширина нашего экрана вот поэтому аспект рейте будет данном случае меняться в зависимости от того какая у нас картинка была вот здесь развернута так это вычисление по по самим картинкам и добавление их scroll view то есть мы с помощью обычного это view делали это на прошлой лекции добавляем наш имидж view постепенно и и дальнейшем нужно было еще добавить кнопочку кнопочку можно принципе было добавить и в storyboard чтобы показать вам что есть возможность также создавать это и в коде у нас есть класс ui button в принципе как и ui label мы можем ui button инициализировать с помощью фрейма данном случае фрейм x координата будет центровая координата для всего экрана игре координата будет размер наших всех трех вью высота наших всех трех имиджей я имею ввиду плюс небольшой отступ вот я вот видите после того как у нас все картинки высота просуммировалась нашим маленький опыт суммируется вот его принципе даже заметно здесь видите ну и ширина и высота я задал таким как как мне хочется можно поменять на на любой принципе число лишь бы текст хорошо отображался и ключевым моментом в создании кнопочки это то что у нас когда мы создаем кнопочку и делаем экшены не истории карпа просто перетягиваю нас появляется но чтобы это сделать в коде у нас есть такой же механизм как из дюк а киже это рекогнал الذями у нас есть возможность добавить таргиты action а этокт-партнета точно также добавляется как для отжества рекогнайзера то есть один в один у нас передается таргет первым параметром вторым параметром передается селектор который мы вызовем когда кнопочка нажмется то есть это грубо говоря экшен селектор это наше который вызовется и как вы помните у нас еще нужно было устанавливать на кнопочка storyboard по какому ивенту это произойдет у нас была там целая пачка ивентов давайте посмотрим чтобы вспомнить сколько у нас их там у нас появляется такое поле как ивент дополнительно и обратите внимание сколько соответственно когда вы в коде создаете эту кнопочку вы должны указать и ивент по которому селектор или action будет срабатывать 2 ивента 3 ивента сколько сколько вам угодно можно сделать на одной кнопке вот в принципе давайте вернемся контролю то есть мы здесь добавляем таргет таргет это именно тот объект который будет обрабатывать этот экшен соответственно это self scroll up это название метода вот обратите внимание вот этот метод scroll up ну и ивент кстати по моему намного больше ивентов чем чем там указано тут видите еще а ну это не те подсказки скотт не захотел подсказывать правильно до установления бэкграунда все как вью установление тайтла мы по моему рассматривать 2 лекции да установление тайтла вот установлен тайтла и установлен цвета для этого же тайтла то есть просто какие-то дополнения конфигурации чтобы вы понимали что с кнопочка можно работать как и в коде так и storyboard только у нас появляется вот такой обязательный таргет чтобы мы могли как-то определять нажатие на эту кнопочку так и вот добавление этой кнопочки в сабью и маленький отступ еще снизу чтобы у нас все-таки кнопочка не торчала в притык к view сабью и формируем второй основной property scroll view это content size формируем его на основе ширины экрана и высоты которая у нас образовалась в течение складывания всех трех имиджей и прибавление кнопочки еще размер так в принципе на этом домашнее задание заканчивалось или это я на перерыве тогда это все заархивирую скину чтобы примерно было понятно единственное что тут есть геометрические такие вычисления обратите на них внимание довольно много придется работать с типами cg-rect cg-float cg-size как мы видим то есть у нас content size и очень много у нас связанного с cg потому что все размеры на экране у нас измеряются не в пикселях а в поинтах поинты а я скидывал слэк там для каждого девайса свой размер поинтов то есть для девайсов плюс это три поинта ой три пикселя per point для девайса такие как 6 7 6s это 2 пикселя и для 5s по-моему 1 пиксель да да тоже 2 ну хорошо ладно и так поэтому мы все время с обработан сече типами которые нам позволяют работать как раз поинтами они с пикселем так на этом у нас просмотр домашнего задания заканчивается если конечно вас есть проблемы с делегированием напишите мне задайте вопрос конкретно в на чем вы остановились что конкретно непонятно я попытаюсь найти материал скинуть это вы личные сообщения сообщить ну чтобы вы ликвидировали этот пробел так как бы не ждите пока накопятся пробелы пишите сразу же как только возникают какие-то вопросы так перейдем к следующей части лекции до маленькая дыма сейчас вам покажу в принципе я думаю стоит его сделать вместе так давайте создадим новый проект до должна идти на запись вроде идет надеюсь не будет не оборвется как на прошлой лекции и так маленькая дыма сейчас связано с семье и вот простите не то подожду пока создадите новый проект перейдите сразу до main storyboard сейчас будем играться в нем и так ну вот мы всегда работали с одним контроллером нас теперь интересует как мы будем работать с несколькими контроллерами кое я забыл наверно выставить размер кода правильно все было нормально видно домашним задание код потому что оно замечательно простите забыл выставить размер шрифта для презентации так ладно у нас есть view контроллер еще один давайте его он самым первым у нас идет давайте вытянем его здесь вот вот и попробуем и попробуем их как-нибудь соединить для этого нам понадобится еще кнопочки чтобы чтобы вместе соединять контроллеры в принципе соединение контроллеров у нас простенько происходит создали кнопочку создайте две кнопочки и в одном контроллере и во втором назовите как нибудь и там типа go to the next screen или так чтобы вам было понятно что эта кнопочка перехода на следующий экран что и а и и и и и и и и о и две кнопочки на двух контроллерах итак а нужно очень много перетягивали и в грустом Roos Leiter versuchen для кнопочки Coffee теперь есть возможность ещё и перетягивать и создавать сильнее таким а давайте посмотрим как готова пат athlete а затем уже поговорим что это такое и как это используется итак мы можем перетянуть на другой контроллер полностью на контроллер и у нас возникает такое меню есть несколько вариантов это шоу шоу detail present модуль презент из поповер кастом мы сегодня будем в основном шоу использовать также будем затрагивать и другие в дальнейшем типы себе вот но в принципе шоу для первого времени будет достаточно для 90 процентов случаев и так создаем вот себе шоу обратите внимание у нас между контроллерами появилась вот такая взаимосвязь который мы можем посмотреть что это такое то есть нажав на нее можно выделить отдельно она покажет что взаимосвязь привязана к этой кнопке и что это storyboard segway тип в атрибут инспекторе прям высвечивается что это storyboard segway у него есть несколько ключевых параметров такие как идентифаер класс модуль и брать внимание есть как раз то что мы выбирали это шоу или же как там скобочках указано уж то есть это одно и то же есть также шоу-детейл презент модели но есть имена пуш модал поповер обратите внимание здесь есть новое слово такое деприкейте цигве что такое деприкейте деприкейте методы в айос разработки это методы которые уже устарели и для них уже есть замена или их не используют уже для разработки когда вы начинали там программирование на айос 6 айос 7 то когда вы дошли дает 10 и пытаетесь использовать уже скажем так функционал с которым вы привыкли выясняется что большинство методов вы не можете использовать почему потому что они деприкейте деприкейте то есть они устарели для них уже придумана новая реализация большинстве случаев это реализация лучше она быстрее работает она имеет свои особенности результат она выдаст вам практически тот же самый который был в методе устаревшим новый метод вам вернет практически то же самое но есть нюансы которые apple пытается за нас решить пытается как-то все оптимизировать поэтому айос платформа и живая платформа она развивается это изменяется практически каждый год некоторые методы устаревают некоторые методы я думаю это никак не связано с интересно то есть деприкейте методы запись сейчас не вроде работает хорошо и так деприкейте методы можно использовать да но у вас будет постоянно в экскоде в ординге что нет этот метод деприкейте пожалуйста его не используйте то есть вы можете его использовать вам никто не запрещает но как сказать если в следующий айос это все уберется эти все деприкейте методы не остановить не деприкейте это просто будут удалены то ваше приложение уже работать не сможет соответственно на новой айос вот поэтому желательно конечно использовать не устаревшие методы новые методы в данном случае мы пример видим на себе но очень много деприкейте методов стандартных классах стандартных функционалов вот мы играем шоу себе и так как мы не хотим переходить в одну сторону давайте еще переходите в другую сторону уже разобрали шоу себе делаем то же самое вот в этой реализации есть конечно одна ошибочка я вам сейчас покажу что это такое как с этим бороться и так в принципе у нас связь есть который позволяет нам вернуться на перейти на один экран и вернуться на 2 давайте теперь вернемся к лекции детально поговорим а давайте запустим посмотрим что это все таки такое чтобы посмотреть как это работает итак у нас появился первый контроллер вот и ниша контроль работа second screen нажимаем переходим на следующий контроллер на следующем контроллер нас кнопочка go to first screen нажимаем и переходим на секунду в принципе таким образом мы переходим между экранами если мы добавим кучу картинок кучу лейблов на эти экраны они будут ображаться вместе с новым экраном полностью новый экран но в этой реализации есть одна ошибка мы ее рассмотрим сейчас после после кусочка лекции и посмотрим как это уже решать эти проблемы и так сначала нам интересует как же эти все таки контроллеры появляются и заменяются на экране мы видели что у нас контроллеры появился на экране и он может исчезнуть у нас уже есть такие как у него статусы как опер и как дисапер поэтому рассмотрим полностью жизненный цикл view контроллера как как он выглядит выглядит довольно таки объемно давайте на весь экран наверное сделаем я надеюсь видно достаточно хорошо и так мы начинаем у нас происходит запрос на появление контроллера на экране когда мы нажимаем на кнопочку show second screen у нас возникает такая цепочка запросов для системы чтобы это дать этот экран и самое первое что спрашивается это загружено ли у нас view или не загружено для нашего контроллера если оно не загружено у нас вызывается метод loadView обратите внимание после loadView у нас вызывается mutedLoad мы уже работали по mutedLoad методе он вызывается у нас после loadView то есть это когда еще не было нециализировано у нас немножко запрос на показ этого контроллера затем у нас вызывается метод viewVlogue есть небольшое различие между этими методами mutedLoad говорит нам о том что мы загрузились в U что у нас установлены аутвиды уже как у нас казалось mutedLoad у нас уже установлены аутверты с которыми мы можем работать в принципе мы это делали мы меняли в mutedLoad лейбл названия меняли кнопочки на всех последних лекциях но есть один маленький нюанс у mutedLoad о котором мы поговорим позже у нас также есть метод viewVlogue он уже у нас вызывается перед тем как контроллер появится на экране то есть mutedLoad вызвался когда контроллер просто загрузился и лежит в памяти грубо говоря а viewVlogue вызывается именно перед самим показом, самым контроллером соответственно у нас есть небольшая копия для этого метода viewTidOper который вызывается после того как контроллер показался такое разнообразие методов обусловлено сложными реализациями программ и мы посмотрим где и как можно использовать эти методы где нужно использовать viewVlogue где нужно использовать viewVlogue потому что есть например анимацию вы не захотите запускать во viewVlogue правильно? потому что еще не показался контроль желательно анимацию уже запускать например во viewVlogue когда там появился вам пришла информация о том что появился теперь можно запустить какую-то анимацию чтобы там все летало красивенько и переворачивалось а вот например загрузку какой-нибудь данных предварительных лучше например делать во viewVlogue потому что оно вызвалось самое раньше и какое-то время у вас есть пока вызовется еще viewVlogue пока вызовется viewVlogue пока вызовется viewVlogue у вас есть какое-то время чтобы эти данные подкрутить и показать у вас есть запас по времени хоть и маленький, но все же так все же нет и вот это в принципе ключевые различия использования этих viewVlogue и viewVlogue после того как у нас выброс viewVlogue viewVlogue у нас контроллер уже на экране появляется он отображается и в них может работать с кнопочками с лейплэчками с кронгивном их можно писать делать что угодно вот но как только мы нажимаем переход на следующий экран для текущего экрана у нас называются viewVlogue 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 сейчас мы закроем наш контроллер и есть маленькая копия для этого метода viewVlogue viewVlogue соответственно это то же самое что и для viewVlogue viewVlogue только это называется перед тем как мы закроем контроллер точнее как не закроем а перестанем его отображать а viewVlogue viewVlogue соответственно тут тоже есть диметр анимации например анимацию нет смысла она уже после того как справился контроллер а анимацию все таки есть лучше устанавливать перед тем как контроллер начнет прятаться например запуску данных каких-то которые нужно добавлять лучше например дизайпера оставить подписку на нотификации например лучше там тоже дизайпера но это мы еще будем рассматривать по мере курса когда будем сталкиваться с с анимацию обратите внимание мы когда заходим в наш класс viewController у нас кроме того что стандартная viewVlogue расположена функция у нас еще есть функция дидрисвизмемалиорди это как бы считается той же частью жизненного цикла viewController эта функция вызывается когда ну судя по названию когда у вас заканчивается памятное устройство честно сказать на новых устройствах с шестерки начиная я не знаю какого должно быть размерное приложение чтобы вы получили этот тип идентифика после того как у вас будет система вызовет дизайператор это говорит о том что на устройстве началась память сейчас устройство было большим прессом памяти и такое редкость но бывают такие моменты такие как для тяжелых видов например которые например асфальт 8 по моему очень много есть памяти в приложении аксон еще там куча таких видов которые очень много имеют памяти и часто приходят такие форматы как в нашем случае скажем так приложение которое не съедает много процессора памяти у нас где-то редкость вызывается в основном это какие-нибудь дает почему ваб-система это сообщает и говорит что у нас закончилась память потому что она просит вас освободить немножко памяти хоть какой-то памяти когда вы работаете контроллером у вас наверняка будет очень много ресурсов которые вы храните чтобы когда пользователь нажал на кнопочку что они у вас сразу отобразились чтобы вы их не загружали так вот когда вам приходит такое сообщение депрессивный марион желательно конечно такие ресурсы которые еще не показываются для пользователя которые вы только подготовили желательно их все удалять полностью чтобы освободить память в контроле соответственно если вы этого не сделаете система скажет ты нехороший программист и ваше приложение полностью свернет потому что есть достаточноged давать оно посчитает это неправильным oin и ваше приложение просто не будет работать оно не позволит системе зависать оно постарается до того как системах все зависит от того что памяти не будет продать оно постарает купить ваше приложение чтобы не возникло никаких неудобств для пользователей. Поэтому это нужно тоже учитывать. Но это довольно редко все-таки возникает. В основном, это возникает очень частая проблема, когда вы получаете сообщение в адресе Марифоне, скорее всего, у вас в приложении где-то есть memory link, то есть утечки памяти, в которой вы где-то забыли освободить память, где-то не учли reference cycles, которые мы рассматривали на прошлом занятии, где-то у вас объекты, которые постоянно оплодятся от памяти и не удаляются. Если у вас пришло либо сообщение, скорее всего, у вас где-то memory link, которые или которые не нужно бороться, иначе приложение даже в Voxer не пустят за Rejecter из-за того, что у вас есть такие проблемы с приложением. Итак, после того, как у нас произошел QView Disappier, QD Disappier, у нас есть такой еще маленький закоулочек, где у нас окружается QEasy память. Здесь, как в старых версиях, эта схема вы называете похожая как loadView, только view unloadView вызывает. В данном случае, это более обновленная, по-моему, после iOS 7, эта схема немножко обновилась. У нас, обратите внимание, здесь уже основные property, такие как view, устанавливаются в nil, они освобождаются из памяти, то есть вы уже здесь никак не можете, после viewD Disappier, как вызвался, вы уже не можете работать никак с view контроллера, то есть self-view у вас будет nil уже, и вы уже ничего не сможете сделать. Так же, по-хорошему, сюда добавим еще d-init обычный, так как view контроллер это у нас класс, который может быть инициализирован с помощью обычного init, так и может быть идинициализирован. Соответственно, все информацию вы получите в d-init, как мы делали на прошлой лекции. Ну и посмотрим также с одним примером, который я только что показал. Посмотрим на примере d-init, d-init, как это все происходит. Ну и дальше, если у вас появляется новый запуск на контроллера, эта вся процедура происходит заново. Обратите внимание, еще тоже ключевой момент, viewDidload вызывается один раз в жизни на всех view контроллеров. А вот viewViewAppier, viewDiAppier, viewViewDisAppier, могут вызываться несколько раз. То есть у вас может быть контроллер, и представьте, что на него сверху наложился с другой. У вас он остался в памяти, и он загружен. Но после того, как на нем вызывалось viewDiAppier, он не освободился. Он остался в жизни, так сказать. И когда у нас контроллер, который лежит сверху, освободится из памяти, уйдет просто из стека контроллера. Просто уйдет. У нас вызывается опять viewViewAppier для этого контроллера. Но viewDiAppier не вызовется. Он не будет загружаться заново. То есть viewDiAppier всегда вызывается один раз во время жизненного цикла, а viewViewAppier, и вот эта пачка из четырех методов, может вызываться все время. Во время того, когда контроллер живет. То есть он может показываться на экране, может прятаться, показываться, прятаться, показываться, и это все будет время вызывать. Поэтому, когда вы увидите логику продуман для приложений, и где что писать, здесь использовать viewViewAppier, где вы идите, где вы учитываете, что в viewViewAppier, например, может несколько раз появляться на экране. То есть, грубо говоря, вам нужно скачать погоду сервера и показать его в приложении. И если вы будете это делать как viewViewAppier, то что произойдет? У вас показался контроллер, показалась погода в приложении. Затем сверху, например, пользователь зашел в какие-то настройки. То есть сверху появился экран настроек. Затем пользователь выходит из настроек обратно на ваш экран. У вас опять вызывается viewViewAppier, и вы опять начинаете подгружать данные сервера. Ну зачем, если они у вас уже подгружены? То есть такие моменты нужно продумывать. Потому что viewViewAppier и вся пачка играет, это вызывался несколько раз. И нужно учитывать, что не нужно тяжело опираться, например, в сави. Потому что, если вы, например, сделаете, вот, например, как мы делали на прошлом занятие с загрузкой изображения из интернета. Если мы будем делать загружку изображения в viewViewAppier или в viewViewAppier, то что может возникнуть? Может возникнуть такие пролаги на экране? То есть пользователь попробует открыть наш экран, а у него так где-то немножко пролаги и так далее. То есть будет ждать, пока загрузится картинка. Поэтому мы еще будем, конечно, рассматривать эти варианты, как сделать так, чтобы загрузить картинку и не облашаться. Мы будем это рассматривать немного по точности, по-моему, через релекцию. Ну пока это вот основные ключи и моменты, которые необходимо знать по выживейному циклу viewController. Ну и это довольно часто на собеседовании спрашивают, как это все работает, так как это все живет. Итак, viewDidLoad. Некоторые важные моменты для этой функции, как я уже говорил, наутлет уже установлены, можно произвести настройку интерфейджа, то есть можно устанавливать для этих аутлетов, например, для лейбл можно установить текст, там цвет и всякие такие что-то уже можно делать. Но есть маленький нюанс в том, когда вы говорите self-view-bounce на контроллере, есть вероятность, что bounce еще не установлен, то есть размер view еще не сделан. И поэтому желательно все расчеты, которые связаны с геометрией по viewDidLoad не помещать. То есть я не помню, по-моему, в домашних заданиях я постарался вот это все работаю с геометрией, как разместить имиджи, я их вынес в viewDidLoad вместо viewDidLoad вот, потому что у нас ширина экрана bounce еще может быть не установленной, вы можете за это поплатиться серьезно, поэтому лучше всего настроить геометрию и положение элементов на экране все-таки используется viewDidLoad но не во viewDidLoad и, соответственно, эта функция вызывается один раз в том, что это не viewDid но я уже повторяю это настолько много раз, что вы должны были запомнить. итак, следующая пачка методов о котором мы тоже говорили viewLoad, viewDidLoad, viewDidLoad, viewDidLoad. итак, соответственно, viewLoad, для чего вообще это нужно будет сделать? представим такую ситуацию, что у вас есть например, какой-нибудь таймер грубо говоря таймер когда вы создали себе несколько таймеров на экране и ушли с этого экрана и вернулись обратно то некоторые таймеры уже закончились и они должны быть помечены что таймер сработал или как-то так то есть информация поменялась информация в самой модели поменялась все поменялось но если вы разносите это в viewDidLoad обновление информации она не обновится вообще потому что контроллер не освобождался но как только вы вернулись обратно на контроллер если вы разместите работу с данными которые могли поменяться пока контроллер был неактивный то это наверное самый лучший вариант чтобы отобразить как раз эти таймеры которые у вас заэкспарились именно в viewLoad мы работаем с данными которые могли поменяться пока контроллер будет спрятан не только в viewVilaPier мы тоже работаем с такими же данными но при этом внимание я здесь вынес отдельно работать в viewVilaPier почему в viewVilaPier потому что контроллер уже появился на экране в принципе во viewVilaPier я написал что все размеры уже установлены можете и там работать с bounce с view можете уже и там работать во viewVilaPier но как бы хорошим тоном считается все таки работать во viewVilaPier потому что у вас уже все элементы на экране установлены даже сработал этот auto layout которым мы играли с четыре коротых экрана то есть уже все установлено полностью и вы можете уже это использовать соответственно viewVilaPier 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 ну редко встречается использование viewVilaPier но встречается все таки то есть возможно необходимо будет использовать пореализацию осуществить что такой метод есть не знаю нам наверно в курсе нам не пригодится viewVilaPier наверное все таки должны знать об этом методе viewVilaPier остановим анимацию делаем освобождение ресурсов каких-нибудь которые нам необходимы в принципе все что завязано контроллер можно не освобождать сходиться вместе с самим контроллером то есть если контроллер что-то держит с помощью стронгсилов при удалении контроллера это все тоже стронгсилки аннуляться и это все тоже удалится поэтому в принципе чисто нужно делать определенных ресурсов которые нам в дальнейшем не будут аннулить тоже самый важный момент они могут вызываться несколько раз и обязательно для всех этих методов вызывать супер и дальше viewVilaPier viewVilaPier и все остальное во время рассмотрения наследования мы говорили что можно вызвать метод из класса родителя с помощью использовать супер так как у нас наследование на ее платформах можно наследовать только один класс то есть у класса может быть только один родитель поэтому решили не заморачиваться и придумать отдельное слово супер которое говорит о том что вызвать метод родителя соответственно мы видели это в юбидблоде там сразу же когда вы создаете проект можете даже сейчас посмотреть во юбидблоде вызвано супер юбидблоде и тоже важная вещь которая относится в юбидбл это изменение положения элементов на экране у нас есть два метода такие как юбидлойалт и юбидлойалт и юбидлойалт Эти два метода вызываются для того чтобы вычистить положение элементов на экране когда мы с помощью autoloyalта выставляем положение элементов на экране по центру слева то когда вы как раз сам autoloyalт вычистрили все происходит между другими другими методами то есть между другим лоялт и юбидлойалт с юбидлойалт то есть после переворота экрана у вас все элементы уже выставились на экране в правильном положении и вы можете сделать какую-то свою логику на юбидлойалт юбидлойалт если вы хотите сделать какие-то предварительные штуки перед тем как экран повернется перед тем как вы используете юбидлойалт с юбидлойалт в принципе это довольно часто используется во время анимации но есть один маленький нюанс тоже с этими методами они вызываются довольно часто и нельзя просто рассчитывать что у вас это вызывается один раз как ювелопер например она рассылась и все эта штука может вызываться довольно раз и вы можете не угадать когда она вызовется и при переводах экрана и при заходе на экран и при уходе с экрана там очень много разных вариантов система лучше знает за нас когда лучше эти элементы и поэтому не помещайте туда какие-то тяжелые операции это довольно может не подпитаться за это время переворота экрана если вы замечали так красивенько идет анимация в принципе все так красиво перестраиваться с маленькими задержками с анимацией если вы поместите в юбидл лоярце в юбидл лоярце плюс какие-то тяжелые методы такие например как загрузить кастинку с интернетом внезапно вам понадобится но опять же это будет проблема в том, что у вас может экран записывать только на положении пока картинка не подкрутится при переваривании и потом они будут стоять и смотреть на экран а потом скриншоты слайд техподдерживают чтобы и в принципе да соответственно автолейер просто в юбидл и тоже самый главный метод ну нет не самый главный один из главных но который необходимо узнать мы с ним не будем напрягивать его в этом курсе он все же иногда используется они еще не забыли это сказать но о нем нужно знать как о любых методах это этот метод называется для всех элементов всех которые у нас есть в storyboard то есть он вызывает для кнопочки для лейбл и для того же контроллера который у нас там в storyboard для него тоже вызывается лейбл лейбл у вас есть шаг в принципе awake-from-nip чтобы еще дать запас по времени чтобы ваши данные успели появиться на экране вот так конечно лучше не делать если вы что-то помещаете в awake-from-nip то скорее всего что-то неправильно по логике в вашей программе потому что можно обойтись без этого но если вы так сделали то скорее всего так сложились обстоятельства и вы уже не можете ничего изменить поэтому учтите что у вас аутлеты не установлены еще никакие то есть вы не можете работать ни с лейблами ни с баттнами попробуйте с ним работать а у нас на аутлетах стоит принудительное развертывание элементов у вас просто произойдет крэш и все поэтому тоже учтите это если есть возможность конечно помещайте код весь солидизод в ювелопер и сегвер который мы только что рассмотрели в storyboard мы только что рассмотрели несколько атрибутов для сегвера у нас там был тип его то есть это какое там шоу презент модулы вот эти все типы и также там был в самой первой строчке идентифайл и идентифайл это исключевые параметры в сегвер по которым мы можем его понять что это затихает почему в данном примере я перетащил от одной кнопочки к другому контролеру сегвером но у вас может быть таких кнопочек шесть семь на экране восемь и они могут вести к разным контролерам и вам нужно как-то отличить какой конкретно сегвер сейчас работал у вас есть метод prepare for segway по моему он идет по умолчанию по view контроллере если вы создали сейчас контроллер он должен быть сейчас закомментирован и в комментариях наверху должен быть mark navigation посмотрите этот метод вызывается prepare for segway тогда вы на кнопочке нажали переход после этого происходит подготовка к переходу и вот эта подготовка это prepare for segway и после того как подготовка прошла у нас идет переход на следующий экран мы сейчас этот метод раскомментируем посмотрим как этот метод работает как с ним работать в принципе вот и соответственно когда у вас несколько segway которые идут от одного контроллера 6-7 их нужно как-то отвечать они могут идти к разным контроллерам чтобы их отвечать был придуман такой идентификатор в принципе этот идентификатор есть практически поле идентификатор есть практически любого элемента но именно у segway он такой часто используем вот мы просто проверяем идентификатор segway какой у нас есть соответственно в данном случае в примере привел один идентификатор мы только один на остальных на который мы не реагируем и segway это класс отдельный который называется и у него есть важный учеб робот с которым он будет тоже работать и посмотрим зачем мы используем все-таки в view контроллерах приватных паблик это диссинишн view контроллер диссинишн view контроллер соответственно это наш контроллер назначения к моменту когда вы сюда обратились к диссинишн view контроллер он уже инициализировался он уже лежит в памяти он уже готов для использования понятно но есть маленький нюанс аутлеты у этого контроллера еще не установлены вы не можете с ними работать у вас могут возникнуть некоторые трудности с этим и этот диссинишн view контроллер имеет тип тип а соответственно чтобы понять что конкретно у нас как контроллер назначения в каком он тиме мы его переводим к типу который мы ожидаем в данном случае мы ожидаем my view контроллер то есть второй контроллер у нас класс my view контроллер мы сейчас это все тоже будем настраивать еще раз к этому обратиться и этот my view контроллер может иметь несколько паблик property таких как property 1 или метод может иметь public property соответственно эти все методы мы можем вызывать в идентификаторе мы тоже сейчас это попробуем сделать все в принципе так происходит работа всегда у нас вызывается после нажатия вызывается подготовка мы проверяем что это наш идентификатор мы определяем назначение то есть цель на которую мы будем переходить наш 10 ниш view контроллер и после того как все это у нас совпало мы устанавливаем наш view контроллер перед загрузкой и загружаем его и вот такая маленькая схемка с Apple документацией о том как это все работает давайте немножко рассмотрим в принципе в принципе и так row segway trigger это значит что человек нажал как раз на такую кнопочку показать на другой контроллер и вот запустилась эта цепочка что происходит и так у нас запустилась цепочка и дальше у нас идет вопрос shoot perform segway это метод который вызывается как видите раньше и он возвращает но вы не можете этот segway не сработает просто одна цепочка закончится и все перехода не будет ну где это можно использовать ну например у вас есть какая-то покупка в приложении после чего открываются какие-то новые экраны в приложении соответственно когда я совершил покупку у него шутерфункт будет возвращаться до yes кто не совершил покупку у того ну то есть человек будет кликать а у него не будет ничего происходит почему почему мы хотим использовать shoot perform false segway например чтобы segway или сработал или не сработал по каким-то условиям и после того как у нас ответ yes что да этот segway он должен сработать но он запрашивает рефорит segway и запрашивает у нас механизм инициации view control его инициализирует наш view control то есть на этом этапе segway создает новый view control контроллер прошу обратить на это внимание то есть мы когда говорим show view controller у нас создается новый память view controller который дальше будет накладываться сверху на старый он создается совершенно новый и ошибка в нашем приложении в том что show view control всегда создает новый и кладет сверху всегда когда мы говорим покажи следующий оно его создает и кладет сверху и когда мы на этом говорим покажи предыдущий оно не возвращается к предыдущему оно создает опять контроллер и опять накладывает его сверху в итоге у нас уже три контроллера и каждый раз когда мы кликали на экране show second show first у нас создается новый контроллер и они так накладываются у нас получается в данной реализации утечка памяти в memory loop который мы сейчас будем решать и смотреть как это все изменит соответственно метод wait for me который я вам говорил рассказывал на цикле его контрольного вызывается это надо делать настройку и пока это все инициализирует контроллер у нас открывает курсы на данном этапе у нас уже есть инициализированный Q-контроллер и мы можем устанавливать ему пропорти как мы видели вот здесь мы можем для этого контроллера уже устанавливать пропорти которые у него есть открытые пропорти соответственно можно настраивать его перед показом таким образом конфигурируя контроллер для показа и дальше идет отображение нового контроллера где вызывается Uvilapeer Uvilapeer и все пачки методов для нашего контроля в принципе эта схема не должна казаться сложной здесь основные два три момента это шутберфон потом подготовка и на этом этапе у нас создание нового запроса можно переходить по этому щеке создание контроллера и подготовка перед показом в принципе на этом этапе как мы работаем в семье итак давайте все-таки попробуем решить нашу проблему с утечкой памяти для начала давайте убедимся прав ли я или нет что у нас возникла утечка памяти как мы это будем делать соберем приложение это как бы часть дебага тоже которую мы должны были рассмотреть на прошлой лекции сейчас еще затронем тоже так у нас появилось приложение чистенькое новенькое и зайдите во вкладочку дебаг навигатор называется как я вижу у нас есть cpu memory disk network то есть такие 4 ключевых параметра которые мы можем отслеживать соответственно во время рисования например в view если кто смотрел в эту вкладочку мог видеть что загружка cpu например увеличивается до 2-3 процентов потому что рисование довольно много занимает ресурсов процессора мы сейчас будем смотреть на memory leak который так постепенно растет но это пока оно ни на что не повлияет кликните пожалуйста на memory у нас возникает такое красивое цвет цветное окошечко где мы видим что в онлайне так сказать видим загрузку памяти в нашем приложении давайте попробуем перейти на новый экран у нас контроллеры простенькие с одной кнопочкой то есть не рассчитывайте что у нас будут какие-то большие скачки по памяти поэтому будем делать все последовательно но тут видно маленький скачок я надеюсь после того как мы перешли на новый контроллер я нажимаю еще раз и обратите внимание еще один маленький скачок соответственно как я так вот буду кликать 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 и посмотрите на что происходит с графиком сейчас 22 мегабайта вот было и пока я кликаю 22.1 22.2 22.3 4 5 мой вам совет когда вы начнете работать с большими проектами перед тем как так сказать после того как вы сделали какую-то пачку изменений загляните в эту вкладочку загляните вкладочку memory загляните вкладочку в cpu протестируйте ваше приложение это называется смог тестирования то есть когда вы что-то реализовали и перед тем как это сказать отправлять в продакшен грубо говоря протестируйте ваше приложение если оно хорошо работает вы видите что оно правильное значение выводит и оно хорошо там работает и отрисовывает и рисует все замечательно это не означает что у вас нет проблем с memory или с cpu поэтому загляните обязательно в эти вкладочки перед тем как говорить что вы что-то сделали и покликайте посмотрите есть ли у вас утечки памяти соответственно у нас тут возникла вот такая утечка она небольшая как мы видим в данном случае тут конечно есть несколько интересных моментов у системы которые я вам тоже хотел бы показать что на самом деле она не настолько глупа как мы думаем и она пытается это тоже оптимизировать для этого я хочу добавить картиночку дополнительно мне принципе любую картиночку не оставлено не будем трогать ладно ну давай картиночка мы уже работали с вами с image view в коде мы также можем это сделать и здесь в принципе вам повторить это не обязательно это просто для демонстрации как работает система как она все оптимизирует так image view у которого есть в атрибут инспекторе поле image в нашем случае image называется один мы просто указываем название изображения и вот оно у нас появляется здесь некоторые конфигурации которые нам говорят как видите как изображение должно смотреться видите можно играться по по всякому в принципе вот ну оставим как как оно есть вот и запустим еще раз приложение глянуть как все таки система это работает с большими элементами то есть картинка это объемный элемент памяти и мы сейчас заметим хороший такой скачок по приросту памяти так заглядываем сюда нажимаем got to second screen вот у нас такой замечательный скачок по памяти возвращаемся обратно у нас еще один маленький скачок потому что создался опять новый экран но обратите внимание после того как я зашел опять на этот скрин не было не было вот такого большого скачка опять система на самом деле довольно сильно оптимизирует это все дело если вы одно и то же загружаете по несколько раз да она конечно не может это предотвратить но она пытается хоть как-то это оптимизировать посмотрите она не загрузила картинку второй раз то есть если бы она загрузила картинку второй раз у нас был бы вот здесь еще один такой скачок большую То есть оно как-то пытается ресурсы все-таки использовать те, которые доступны на данный момент и не делать лишнюю работу. То есть даже с учетом того, что мы сделали намеренный memory leak, намеренную утечку памяти, даже с учетом этого наша система пытается как-то оптимизировать, пытается как-то оптимизировать работу с памятью. Довольно сложный механизм, я думаю, мы не будем пока затрагивать это, как это оно делает. Можно потратить всю лекцию на это дело. Итак, как же нам побороться с этим? Нам предоставляется возможность делать unwind segway. И что это такое? То есть мы сейчас создаем копию каждого контроллера, накладывая сверху, делая вот такой стек контроллера. То в данном случае мы должны контроллер удалять. Как мы это можем делать? К сожалению, нужно идти в код и пытаться это исправить в коде. Итак, у нас есть view-контроллер. Давайте для начала на работы. У нас этот контроллер непонятно какого класса. А этот контроллер у нас класса должен быть view-контроллер. Давай, выделяйся. Вот, view-контроллер. Но это не очень хорошее название сейчас для работы, поэтому мы это все удалим. Нас это не интересует. Остались бы совсем пустим storyboard. И, соответственно, нам нужен уже контроллер, который мы тоже удаляем. Delete. Обратите внимание, во время удаления файла у нас есть несколько вариантов. Remove reference, move to trash. В зависимости от того, что вы выберете, у вас файл или останется в проекте, или не останется в проекте. Соответственно, удаляем в корзину. Он с проекта удаляется в корзину. Где он у вас лежит? Remove reference, он просто удаляется с самого проекта, но остается на диске, так сказать. Ну, мне не критично сейчас. Итак, как мы работаем с view-контроллерами? Мы перетягиваем, как и перетягивали view-контроллер. Вот, и теперь нам нужно создать новый файл для нашего view-контроллера. Я перешел в вкладку новый файл. Создаем, опять же, это UI элемент. Для UI элементов мы стараемся использовать какого-то оч-класса. То есть это UI view-контроллер. Мы для него используем какого-то оч-класса. Мы будем наследоваться от класса UI view-контроллер. Вот оно сразу подсказывает. Обратите внимание, оно даже заполнило нам имя практически view-контроллера. Только нам нужно дописать свое что-то. Пускай это будет first view-контроллер. У нас будет, по началу будет простенькая демонстрация, first и second view-контроллер. У нас, обратите внимание, есть также возможность создания ксип-файла. Ксип-файлы мы затронем во втором модуле, наверное, как с ними работать. В принципе, грубо говоря, это такая маленькая часть storyboard, в которой хранится какой-то один UI элемент. Или контроллер. То есть в данном случае у нас может быть storyboard нескольких контроллеров. А то ксибе обычно хранят один контроллер настроенный и все. И больше ничего. Потом, когда нужно, его подгружаем. Пока мы ксибами не будем рассматривать, что это такое. Просто узнаете, что это похожий вариант storyboard, но только немножко скомпонованный. И это такая отсылка к истории, как это все формировалось. С нимб-файлами, с ксип-файлами. Знаете, что у вас есть возможность работать с UI элементами не только в storyboard, но и в ксип-файлах. Вот, что вам нужно знать. Ксип-файлы обычно размещаются в проекте рядом с файлами реализации. То есть мы сейчас создаем файл реализации контроллера. Ксип-файл должен лежать где-то рядом, чтобы знать, что этот файл и этот ксип, они как бы вместе существуют. Как-то так. Итак, first-view контроллер создаем. Сохраняем, где нам удобно. Ой, он не там, где я хочу создался. Поэтому не буду его перетягивать, создам новый. First и создать это уже second-view контроллер. То есть все точно так же. Second-view контроллер. Переходим в storyboard, вытаскиваем второй контроллер и устанавливаем им, собственно, наши значения. Это second-view контроллер, second-view контроллер, first-view контроллер. Обратите внимание, что у вас выделен должен быть именно контроллер. То есть именно вот этот элемент. Потому что я только что кликнул на view и оно выделяет view. Вы не можете для view установить класс view контроллера. Поэтому выделяйте именно желтенькую вот эту штучку, view контроллер, и для него прописывайте класс. Ну и эту желтенькую штучку можно выделить или в иерархии view, или же можно выделить прямо вот здесь. Сюда можно выделить. Все, да, справились. Итак, попробуем решить проблему с нашим... с нашим сегве, которое у нас возникла. Нам понадобится кнопочка еще одна, но тоже. Тоже перетягиваем, указываем шоу. Создаем нашу сегве, которое у нас было только что удалено. И у нас есть возможность создать unwind сегве. То есть это сегве, которое удалит сам контроллер. И когда у вас есть несколько в стеке контроллеров, оно само себя удалит и вернет управление к контроллеру, который лежит ниже. для этого нам необходим в контроллере, на который мы хотим вернуться. То есть unwind сегве не может просто себя удалить. Ему нужно на что-то вернуться. Для этого нам нужно в контроллере, на который мы хотим вернуться, указать одну маленькую функцию. В данном случае мы хотим вернуться на first-контроллер. Для этого мы в first-контроллере пишем магическую строчку ib-action. В принципе, это такой же action, как и для кнопочки и для всего остального. ib-action, fung и... А где он пишет? В контроллере, в самом контроллере, в first-through контроллере. Это как outlet, как action, как мы видим, начинается оно ключевым словом ib-action. Это значит, что мы сможем к этому ib-action в самой storyboard притянуть определенный набор действий. И хорошим тоном считается называть эти unwind сегве, так и называть. Unwind, to и указывать контроллер, на который вы хотите вернуться. То есть в данном случае мы пишем это во first-view контроллере. Значит, будем возвращаться на first-view контроллер. То есть мы пишем unwind to first-view контроллер. И еще маленькая одна особенность, этот метод. Не важно, в принципе, каким он названием, главное, чтобы... Ну, что вы напишите вот после unwind. Главное, чтобы у него еще был параметр сегве, которая является ui-storyboard ui-storyboard сегве-типом. То есть это обычный ib-action, такой же, как кнопочка, но только мы его сейчас создали сами, руками прописали в view контроллере. И так как это функция, хотелось бы посмотреть, как это работает. Поэтому мы делаем print и напишем какую-нибудь информацию нам в консор, чтобы было понятно. Unwind то давайте я скопирую это все дело. То есть у нас сейчас готовый элемент ib-action, к которому мы будем обращаться в storyboard. Допишите, пожалуйста, эту строчку, без нее работать не сложится. Ключевые моменты это ib-action и то, что принимать параметр должно ui-storyboard сегве. Тогда x-code и storyboard сможет распознать это и помочь нам в реализации. Надеюсь, справились уже с этим. Ну, если не справились, вернемся обязательно к этому. и давайте посмотрим, убедимся все-таки в том, что не только графически убедимся, что у нас не освобождается контроллер, но и посмотрим de-init метод. Он также должен вызывать... Да, заходим в second viewcontroller и de-init, просто напишите какой-нибудь print, de-init, чтобы было понятно, что у нас сейчас освободился второй viewcontroller. Ну, я написал de-init second, в принципе, для меня это будет понятно, что второй контроллер освободился из памяти. Это такая, скажем так, часть дебага, что ли. Ну, и еще добавлю маленький print тоже во viewdidload, чтобы понять, что он загрузился у нас. Это все, чтобы посмотреть, как это все работает вместе для понимания, скажем так. итак, view, так, didload, second, second, didload, didload, что-то так вот. Да, во viewdidload просто какой-нибудь print разместите, чтобы вам было понятно, что контроллер загрузился. Да, все в second viewcontroller. Мы сейчас с ним работаем. Давайте, так как мы создали сейчас дебаг для дейнита и для viewdidload во втором viewcontroller, давайте посмотрим нашу ситуацию, которая была все-таки. Перетащите, пожалуйста, кнопочку и создайте show segue. Сейчас посмотрим в консоли, что происходит, чтобы убедиться не только на словах, но и наглядно, что нас не освобождается второй viewcontroller. Создали кнопочку, перетянули в segue. Только в данном случае мы не отличим эти контроллеры, поэтому лучше кнопочки как-то назвать. Ой, это first, простите. Что-что? то есть создали опять шел сегмент тоже замыкание, которое у нас было до этого, чтобы посмотреть в консоли, как это происходит. Смотрите, сейчас возникла ошибка, опять же, о которой я говорил. Давайте читать ошибки вместе, чтобы понимать, что происходит. говорит, что не может найти для дефолтной view контроллер для main storyboard файла. Не установлена точка входа в storyboard. То есть нам нужно установить, на каком контроллере у нас сейчас загрузится наш storyboard. Мы это делаем в атрибут инспекторе, выделяем контроллер, выделяем атрибут инспектор, жмем initial view контроллер. То есть вот у нас сложилась ситуация, когда стрелочку неоткуда перетянуть, но ее нужно установить. Устанавливаем стрелочку вот эту, которая говорит, что она загрузится на первом view контроллере и пробуем опять собрать проект. Выделяешь контроллер, переходишь в атрибут инспектора вот сюда и здесь галочка есть из initial view контроллера. ее нужно установить и first контроллер вот у нас IB action fun unwind ключевые слова IB action fun дальше желательно указывать unwind указывать segway storyboard и так пусть у вас появится debug area сейчас посмотрим что у нас происходит вообще в принципе итак first second did load загрузила второй контроллер мы перешли обратно принт который был в дианите не сработал то есть контроллер не освободился пробуем еще раз first опять он загрузился возвращаемся обратно дианит не сработал то есть контроллер не освободился в принципе нам это уже было понятно но убеждайтесь не только в графическом варианте но и в таком варианте тоже потому что если вы заметите память постепенно немножко растет потому что система пытается предугадать что будет сейчас делать пользователь она пытается подгрузить какие-то ресурсы возможно у вас на фоне сейчас запускаются какие-то процессы есть приложения которые работают в бэкграунде и они тоже будут есть эту память и эта память будет здесь отслеживаться поэтому учтите что не всегда визуальная информация соответствует действительности так скажем так очень часто она соответствует действительности но есть варианты когда нет поэтому это нужно тоже с недоверием ну не то что с недоверием а просто нужно проверять итак мы видели что у нас нету денициализации итак вернемся к Unwind ViewController мы сейчас его сделаем и на этом наверное сделаем перерыв после этого итак как удаляем сегве мы его выделили нажали Delete все просто кнопочку оставьте пожалуйста она нам сейчас пригодится и кнопочку давайте переименуем в Exit потому что она у нас будет выполнять все таки функцию выхода с контроллера и обратите внимание в иерархии View у нас и даже на самом контроллере вот у нас вверху есть вот такие вот какие-то красные кружочки тут First Responder Second ViewController это наш ViewController и Exit после того как вы во First ViewController написали метод IB Action Unwind после того как вы написали у вас появилась возможность перетянуть кнопочку на Exit вот можете уже перетянуть в принципе указав обратите внимание текст полностью соответствует названию которое я указал во First ViewController соответственно для каждого ViewController который вы хотите чтобы на него возвращались вы будете создавать и оно будет указывать у вас такую пачку этих Unwind Unwind Action будет указывать пачку вам нужно будет выбрать именно ту на которую вы хотите вернуться вот выберите выберите текст я вам пока покажу что это невозможно сделать если вы не написали вот эти строчки вот сейчас вот так сделаем берем MainStoryBoard берем Exit и видите я не могу не выделяется Exit поэтому если у вас что-то что-то где-то не выделяется убедитесь что у вас это там есть так я написал Unwind и перетянул все у меня обратите внимание как выглядит цигвея в иерархии здесь сегвея выделено вот такой вот строчечкой ой такой вот стрелочкой говоря что это шоу сегве что это сегвея который нам создаст новый контроллер на экране и есть Unwind сегвея которая вот стрелочка в обратную сторону черненькая это говорит о том что этот контроллер будет закрыт и открыт новый на который мы вернемся и для более интересного дебага давайте в second view контроллере печатать self вместо ну в дополнение к этому всему допишите где-нибудь во view стрелился для нашего view контроллера то есть указатель на эту память когда я вам рассказал за хип память я говорил что на него есть указатели которые могут меняться в зависимости от того какие у нас свободные ресурсы есть в хип или в куче и так в принципе все настройки мы сделали которые нам необходимы мы сделали Unwind сегвея мы сделали добавили дебаг этого достаточно чтобы решить нашу проблему с утечкой памяти нажимаем First мне дебаг подсказывает что у нас view контроллер выделилась память под него он загрузился вот так и это указатель на область памяти где он лежит сейчас нажимаем Exit обратите внимание распечаталась строчка из First view контроллера то есть сначала у нас вызвался Unwind во First view контроллере а затем у нас удалился второй и так будет всегда последовательность не меняется опять заходим опять удаляем опять Deionate вызвался то есть в данном случае программа освобождает память от предыдущего контроллера и у нас все работает замечательно никаких в данном случае у нас нет проблем при работе с сегве поэтому у вас может быть несколько от таких Unwind IB Action в программе нужно просто выбирать правильно и пользоваться вот в принципе мы проблему решили ко второй части лекции перейдем попозже давайте сделаем перерыв потому что мы уже полтора часа доработаем давайте сейчас 36 минут 37 да уже а ну прибавьте 30 минут да в общем через 30 минут жду вас здесь пока можете отдохнуть до Продолжение следует...